Добрый вечер, друзья. Вы в гостях. Съёмки идут в моей квартире бюджелеза Валерия Константиновича Сибирского садовода. Вот. А вы же знаете, что самое главное для тех, кто любит сады, вот, самое главное это круг общения. Для меня существует на свете только люди, которые любят сады, любят деревья, любят не калечить их. Вот. И весь уход при этом, почти весь, это только любоваться, делать фотографии. Вот женщины должны сады украшать, а сад должен украшать женщин. Это как одно целое. Вот. Наверное, сразу вы подумали, что вот ещё один потомок Евы, которая жила в райском саду. Да, были райские сады, были совершенные деревья, совершенные фрукты. Вот. Изгнание выразилось, видимо, об одичании людского племени. И в одичании садов. И сейчас мы медленно возвращаем им былую красоту, былую вкус, сладость, плодам. Вот. Это удивительная будет запись. Вы познакомитесь с одной из тех женщин, которые правда украшают сады, которые делают их ещё краще. Я вас заинтриговал. Постоянные читатели. У меня уже тысячи фильмов знают её. Это Елена Александровна Савинич. Аспирант Кранстоярского. Там идёт какое-то сложное название. Университет или Академия или имени Решатникова. Вот. Она там инженер галереи и ещё и аспирант учится. Вот. Часть учёбы прошла в моём саду. У меня это её желание приехать, научиться. Вначале ввело в шок. Это второй и последний случай. Теперь в России есть две девушки, две выпускницы этих самых университетов, которые всего две на тысячи, на тысячи, которые умеют выращивать сады. Когда-то их будет три-четыре, но пока только две. Это горькая правда. Вот. Давайте с ней поближе познакомимся. Её однажды, несколько лет назад, привёз ко мне Рыкалин, наш выдающийся садовод. Он же виноградарь. Всё, что я помню от его посещения, что она студентка, угостил. Помню, чем угостил. Ещё ранее первые плоды были вылочной вишни, ещё ничего не было. Спела даже абрикос. А вылочная вишня поспела, и я угощал вишню, на которой был при персике. Поэтому вкус у вишни улучшился. Я смотрел строго на моих гостей, на Александра Петровича и на Елену Александровичу. Я говорю, ну что, ну-ка, смотреть в глаза. Вкусней? Они так, да-да, вкусней. Ладно. Надеюсь, что они были искренне при этом. Так, потому что я всё-таки, как бы сказать, немножко, ну, как предвзятый, правильно. Ну что, знакомимся? Это сейчас у нас пиранка. А будучи в университете, у неё была эта самая стипендия самого Владимира 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 Путина. Она была лучшая. Вот. Посмотрим, сколько ей осталось до академика. Постараемся эту границу сузить. Но если она будет повторять везде и всюду вои вот эти постулаты, она вылетит из науки, как пробка по Шампасску. Ей предстоит тяжёлая дипломатическая работа. Двигать вперёд науку и при этом, чтобы всё считали своей. Со мной это невозможно. В редакторском слове, главный редактор крупнейшего журнала, песник садовода Александра Васильевича Ребрик. Он же мой друг. Он же участник моих семинаров в Дух Москве. Вот. Написал. Обращался к московским учёным. Ответ такой. Железов проходимец. Ну вот, теперь эта моя надежда смотрит на меня своими красивыми глазами. Вот. Я её называю самая умная блондинка среди садовода, а может быть, и не только садовода, а всей науки. Ну что, начнём сначала. Нет, нет. Начнём с самого последнего фотография. Смотрите. Вот она. Это же досье. Знаете, там будет написано? Досье. Это не шутки. У меня ещё вторая папка. Часть фотографий. Третий садовод, там уже по-другому написано. Там написано Савинич ЕА-садовод и модель. То есть она украшает сад. И вот. Вот это вот, будучи студентом, она поехала в Мичуринск, набралась, для меня это наглость была, напросилась на курсы по повышению. И сейчас она с профессорами и докторами наук стоит в одном ряду. Студентка, посмотрите. Она и здесь украшает эту компанию. Эту компанию знаю только Маулина. Вот он. Вот. Ну, как знаю. Сотрудничали, пока он забыв про меня. Забыв. Написал несколько научных работ. Доклад и прочее. Ссылаясь на мою методику и на мои, кстати, самые выдающиеся сеансы. Довёл их до ума. Ну и забыл про меня. Это бывает. Вот. Единственное, что я вот не везде, но всё-таки лишний раз скажу так. Возможно, это когда-то аукнется, когда им будут, защищать будет, допустим, черенкорство или даже, это самое, постакадемика. Нет. Академик это выше. Академик это звание. Вот так. И вот наша красавица. Раз, два, три, четыре, пятая. Да, если считать справа. Здорово, да. А теперь по порядку. Буду говорить столько, сколько захочу. Не влезу полчаса. У меня в фильме полчаса. Это мой принцип. Будет несколько по полчаса. Фотографии это делал не я. Это её участок под Красноярском. Ну, дачный, не казённый, нет. Вот. Но ещё до меня у неё уже начинало получаться. Посмотрите. Вот. И если бы у неё вот это вот, видите, где яблоки растут? Это не потому, что снега прятала. Вот. Может быть интуитивно. Может быть до этого меня читала. Не зря же приехала ко мне на производственную практику. Может интуитивно. Может сама догадалась. Нельзя отрезать нижние скелетные ветки. Нельзя, 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 нельзя. Господи, когда кончится этот кошмар. И у нас появятся тогда сады. Вот она. В данном случае нет. Только его украшает. Взаимно. Уже тогда у неё были свои абрикосы. С чем я её поздравил. Это уже красный хутор. А куда деваться? Так, ну-ка. Это, как её. Практикантка взяла ведро и топчай. Вот. Строго дула. Ну, я шучу. Вот. Практически никакой физической работы она не делала. По той причине, что мы не делали никакой физической работы. Ни она, ни я. Никто. Это один из принципов. Ухаживать за деревом только первый год. А дальше свободный полёт. Хочешь, умирай. Хочешь, живи. Но почему-то не умирает. Вот. Ну, в данном случае она показывает пальцем персик. Настоящий персик. Который давно вылез выше ограды. Справа это север оттуда. В общем, видите, что он пережил все зимы, какие были. Выше сорока не было, но ниже было. Но сорок было. Вот. Вот это предел для хасанского персика. Так. И в то же время это не просто предел. Это мировой рекорд. Это учёба. Мы нарезаем черенки. Для неё заготовлена уникальнейшая ренса. Для вас заготовлена уникальнейшая коллекция. Вот. Практически всё, что представляет интерес науке, такого нет и в помине. Вот. Недавно, правда, приезжали товарищи с этого. Один, по-моему, с Абакана или Минусинска, а второй из Алтая. Вот. У меня был ковид. Я отказался с ними встречаться. Так. Ну, сами понимаете. Ковид у меня продолжался. Это самое... Ну, в общем, получилось полтора месяца семь положительных проб. Вот. А потом думаю, да господи, сколько же вам дарить-то бесплатно? Вот. Ну, сопровождающий его Турсун Полотный Скобилов, мой друг, у которого досье на всех нас, отвёз их к Дотарову и Чернобаеву. И тот и другой поделились с имеченками. Вот. Так что, может быть, что-то в науке издвинется. Хотя, сомневаюсь. Так. Ну, а Елена Александровна... Ну, тут уж не жалко. Единственное дело, большой-большой, толстый веник Черенков. Он сейчас у меня на балконе лежит, замотанный в тряпке, полиэтилен. Вот. На улице сегодня было минус 25 утром. Ну, днём где-то в минус 18. На балконе самая погода. Там где-то минус 5-8. Вот же. Вот. Так что, Елена Александровна, если ты видишь этот фильм до приезда ко мне, напоминаю, не напоминаю, а так намекаю. Из тебя, как говорят на Украине, из тебя пляшка. Разумеешь? Вот. Это я их учу уже, её и у братца Иванушку. Так я их и называю. Братья Иванушка и сестрица Лёнушка. Замечательная пара семейная. Надеюсь, что Иван станет садоводом. Очень надеюсь. Хотя в этом возрасте хотят кем угодно быть. Вот. И хотят, потом перехотят. Посмотрим. Вот так вот. Это мы режем уникальные черенки. Вот это в данном случае абрикос королевский. Димушка её сопровождающий. Её, так сказать, если я считаю её своей дочкой, называю своей дочкой, Ирина Александровна, но это и все основания. Вот. У нас духовная, как бы, близость. То Тимоша уже, может быть, считать её и этим тоже близким человеком. Вот так. Жаль, градусник не показала. Там плюс два, по-моему, на градуснике. Вот. Ну вот она. Тут углубаться нечего. Мы с ней искалечили сливу. Слива непривитая, слива китайская. Но, поверьте, все эти черенки уже проданы. Вот среди нас, друзья, всё больше и больше и больше селекционеров. То есть, раньше голову бы не пришло мне заготавливать абсолютно несъедобную, дикую уссурийскую грушу. Уже пяток черенков купили. Значит, у кого-то будет собственный, свой, да, ареал. Не просто так. Вот. В другом месте у него уже никогда не будут замерзать груши, как у меня никогда не замерзают. Вот. Также это касается и, поверьте, ну, пусть один случай, единственный, на черенок дикой, настоящий, дикой сибирки, ягодные яблони сибирки, с плодами. Я показывал разочек. Меньше вот этого ногтя. Вот. Тоже такой черенок у меня купили. Это касало, я рассказал, яблони груши. А вот сливы. Вот они. Эта слива называется красно-синяя. Слива. Она идёт, как кто-то привьёт. Она не очень вкусная. Но самый лучший подвой на мире. Всю роскошь, которую я вырастил из слив, который я называю королеву сада, всё было привито на косточки, взятое не с этого дерева, оно ещё молодое, а с его, так сказать, родственников. Ну и, наконец, манджурский абрикос. Это святое. Мы потом отдельно ещё в нём будем говорить, 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 потому что это феномен. Вот. Мне Бог дал такой феномен, который не имеет равного нигде никогда. Вот. Ну, давайте дальше про нашу милую учёную даму. Какое скучное слово «учёная дама». Так. Это мы с ней... В общем, получилось так. Меня снесло крышу. Поздравляю. Короче, я начал... Подробнее не могу, мы же про Елена Александровна. Короче, вы видите, похоже, не похоже, да? Смотрите, подводит привык. Я начал межвидовые прививки. Ой, ё-моё, ё-моё. Сливу. Абрикосы, абрикосы сливы. Ой, Елена Александровна просить, отлёгся от вас, но меня испортил Чернобаев. Мои попытки сливы, Гринклоды, привык, абрикосы, кончились крахом. А он взял... Абрикосы... Эти... Самые... А он взял сливы же, но уже венгерки, приватный абрикос. И получился полный успех. Я сказал ему, значит, Леонид Дмитриевич, ты, конечно, хоть и клянёшься, что ты не садовод, что ты художник. Но, видимо, художник – это широкое понятие. Я преклоняюсь перед тобой. Вот. И сейчас у меня в холодильнике лежит пятьсот косточек моих этих самых венгерок синих. Я уже не называю сортов их несколько. А его розовые венгерки. Тоже пятьсот лежит. Ну, сейчас же поменьше, сейчас продал. Вот. Представляете, до чего дожили. И ничего, мы оба на этом подзарабатываем. Неплохо. Нет. Плохо, раз они лежат. Вот так вот. Вот она, межвидовая прививка. Абрикосы на сливы, сливы на абрикосы. Вот. Для чего я это делаю? Господи. Александра Ва, Людмила, если всё... А я все основания верить, это искренний мой друг в Калининграде привила абрикос Бай, который я высылал ветку на сливу и получил оплоды больше моих. Теперь она рекордсменка, возможно, всей России. Вот. Я не беру эту Украину, где когда-то были 150-граммовые абрикосы. Самое интересное, что у нас амуры 30 грамм, а я видел сам реальное видео, а там абрикосы 150 грамм, 140 грамм. И называется, знаете, как, амур. Вот. У меня тоже амур. Но только у меня амуры самые скромные из крупноплодных, там 25-30 грамм, а там 140 грамм. Видите, как бывает. И вот такие межвидовые прививки. Второй раз крышу снесло, когда она писала фотографии Людмила с Калининграда. И тут я до конца спёкся. Я материл сам себя и смотрите, март 21-го года. Видели? Я в конце, у нас было резкое потепление, неожиданное. Я воспользовался случаем, что руки не мёрзли. На улице идёт 0-5. И быстро, быстро, быстро напрививал. Ну, посмотрим. А, кстати, нормально прижилось. Видели? Вот. Ну, наша дама за работой. Вот. Это всё она возит в Красноярск. А вот это я тоже горжусь ею. Видите, написано Савинич и Лена Аспирант первого года обучения. Это было в начале года. Вот. Я прямо с экрана сфотографировал гордо научный руководитель профессора Матвеева. Профессор Матвеев, оказывается, Железова знает и уважает. Мне это приятно было. Вот. Кажется, она должна была даже книгу подарить от меня. Вот. А название интересное. Изменчивость массы плодов и продуктивности сортов абрикосов в южных условиях и южной зоны Красавского края. Гражданка Савинич, милая моя дочка, если бы ты сказала всю правду там, в трибуны, ха-ха-ха-ха. Ой, я не могу. Вот. Ну, точно бы это, я не знаю, скорую бы вряд ли вызвали, а санитаров с этими, с халатом, с длинными рукавами точно бы не вызвали, все-таки как-то не солидно. Но на этом бы ваша карьера кончилась. И пришлось вам, конечно, по краешку пропасти пройти, вот, Но всё-таки вы занимаетесь самым важным делом, потому что изменчивость может быть только при внимании, нет, не только, но безнадёжная, трудная работа с сеянцами и благодарнейшая работа с прививками. Первые годы только начал привать, не думая ни о каких законах, не зная ничего, кроме дебильных пару журналов, которые учили обрезки на кольцо, я пару деревьев уничтожил своими руками, вот ничего больше не знал, тыкал, 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 и у меня уже тогда плоды были невиданные. И я понял одно, что надо делать? Доставать, привать, доставать, привать, доставать, привать, не мешать им расти и ждать чуда. И чудеса у меня происходили примерно в 50% случаев, а не один. Вы знаете, что такое новый сорт? Ирина Александровна, наверняка, знает, так? А вы, уважаемые господа, знаете, читаю научный труд. Редчайший случай от скуки. Вот. Какой труд? Некоторые писали в обычных журналах, которые не считаются солидными, но гоноральщики 500 тысяч рублей платили. И вот кто-то взял и тиснул там фактически научную статью, которую можно только зевать, и только я, наверное, один и прочитал. И вот там была вот эта волшебная фраза, чтобы... А журнал-то для нас, для этих обывателей, разве можно отбивать охоту? Новый сорт бывает в одном случае, и там стояла цифра 10, нет, 4 на 10, 4 на 10, 4 на 10, в общем, я потом посчитал, я, боюсь, соврать, но перевел на нормальный язык. Один случай из 2,5 тысяч. Короче, сейте вы штук 10 тысяч семян, дай бог, если взойдет из них тысячи 3-4, дойдет дополнение 2,5, и вы зайдете 2,5 тысячи, а где вы такие сады видели в науке, а? Нет? А как же они добиваются до успеха? Значит, где-то халтура, ребята. И вот один из 2,5 тысяч, это и будет новый сорт. Понятно, да? Вот, такие дела. И почему я все это вам говорю? Я говорю, что Елена Александровна Савинич, это сегодня ее бенефис. Ах, точно. Назову-ка я эту статью, нет, это не статья, с фильмом, бенефис аспирантки Савинич, Красноярск. О, идея, здорово. А то я все никак не мог это подобрать в словах, чтобы вас привлечь, чтобы вы полюбовались на очаровательную девушку и на будущее академика. Ну, а теперь смотрите, вот, пусть это идет изучение, пусть это, тут будут прививки, которые сделаны ее руками, но это потом. Ну, это Сергей делал, вот она во время пошла. Что вы видите, смотрите, видите, вот это вот кружочек, здесь бутылка стояла. И вот когда почка проснулась, пошла в рост, в этот момент бутылка была снята. Да, уже к этому времени, давайте смотреть на дату, 26 апреля, уже мыши не лютуют, у них уже есть зеленая аптека, они уже переходят на свежую травку, муравку, там, еще на что-то, но перестают кору грызть. Кору грызут с голода. Слово кора я вспомнил, когда рассказывали, сегодня историю рассказывали, да, и рассказывали годы после революции. И там мне сказали, что крестьяне, у них столько-то миллионов умерло, страшная цифра, даже не хотелось бы верить. И они ели последние еще, кто выживал, кору, кору с деревьев. Вот, а тут мы про мышей. Вот видите как, вот это саженец пошел в рост 26 апреля. И теперь уже, пока он тут стоял, здесь уже, как вам сказать-то, если бы не было бутылки, она бы пришлась бы позже, в мае. Весна была холодная. Вот, Елена Александровна, ну, теперь что смотреть. Я потом ее покажу с этим же деревом, за которое она держится. Но уже осенью. Надеюсь, мы дойдем. Ох, я думал, все эти, я еще несколько этих показал, их тут сотни. А я думал, быстро продвигусь. Ага, сейчас. Посмотрите, как обрезаны деревья. Видели? Кстати, без всякой халтуры обрезаны. Не кончики обрезались. А самый смак отрезал, смотрите. Вот. На прививку. Да, Сергея Железова. Вот. Там, где он резал, вот они белые. Это белые, мои зеленые. Значит, это резал он на прививку. Идем дальше. Вот. Что вы здесь можете увидеть? Ой, сколько здесь разговоров бы было. Вот. Но, к сожалению, пропускаем. Ну, вот тут я не могу. Вот эта злоба к этим волчакам, она такая, что, посмотрите, это абрикос. Он еще будет плодоносить, ну, по крайней мере, мне такие еще лет 10-20 плодоносят, да? Вот. На заднем плане, видите, это не было уничтожено сухие деревья. Их не было. Вот. Здесь было уничтожено десяток деревьев, самых старых, они на пенсии. Они давали плоды, но уже, ну, сильно мелкие, а их у меня тут было столько, что мышам доставалось чуть ли не больше, чем нам. И, наконец, все это превратилось в эту груду и было сожжено. И отрезали, мы резали все подряд, молодые. Нам надо было, чтобы они выбросили побеги для будущих черенков. Ну, а куда деваться-то, кушать хочется, мы калечим деревья. Одно из таких искалеченных деревьев перед вами. Вот. Его никто не отрезал тут ветки. Оно само себе так росло, себе росло, как считало нужным. Сильно страшный климат. Сильно страшный. И вот, когда начинается угнетение, вот уже все, уже ему все хуже, 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 ну, где-то вот там, я вижу, с той стороны выбросило побег. А главное вот это. Это будущая крона. Ее даже можно подрезать половину, чтобы она распушилась, дала эту скелет. Но ни в коем случае не отрезать. Злоба к этим страшная. Но мы с Ириной Александровной для чего позируем? Чтобы люди смотрели на красивую девушку и говорили, и у них сработало, как по Фрейду. Значит, не отрезать, не отрезать, не отрезать. Поняли, да? Здесь должно сработать подсознание. Подошел, уже без девушки, дерево, а ветку уже сразу сработает. Не отрезать, не отрезать, не отрезать. Девушка красивая, не отрезать. Дерево, ни в чем не виновата, не отрезать. Вот это моя метода. По Фрейду. Вот здесь сейчас уже время-то заканчивается. Ой, не ожидал, что всего десяток этих. Ой, сколько тогда фильмов-то будет? О-о-о! А куда? А, друзья, вы мне прислали на 30 фильмов. Девушка, студентка делает, монтирует их там. Слова, музыка в начале, делает их такими праздничными красивыми. Начало и конец фильма. Вот. И за это получает то, чего я никогда не в состоянии. 200 рублей за каждый. Так. За эту неделю она сделала их, отчитываясь. Те, кто прислал мне 6 тысяч рублей, 3 тысячи, полторы тысячи, 500 рублей, 200, 200. В общем, 6 тысяч рублей прислали, 30 фильмов. Я обещал сделать 100. Вот. До начала сделал 7. Она сделала. Это те, которые я буду платить по 200 рублей. То есть, плачу. Вот. Сейчас еще 3 сделают. Буквально сегодня. Сегодня 26 декабря. Кто на моем канале. Давайте сейчас на этом остановимся. Мне нужно тогда чуть-чуть сменить тему, чтобы вы хоть знали, с кем имеете дело. Не с тем, кто с протянутой рукой, а кто хочет, чтобы мы с вами помогли студентке. И не какие-то, у которых 7 тысяч стипендия и все в этой жизни. Вот. Но еще и, чтобы она заработала и сделала мир красивее. Красивее фильмы будут. Смотрите. Осталось у меня тут 2 минуты. И мы заходим ко мне на канал. Давайте смотреть, болтун я или нет. Смотрите. Вот. Вот смотрите. Ой, все. Ой, не могу я это видеть. В общем, вы мне поверили, да? Вот. Вот ее фильмы. Сегодня выйдет еще 3. Вот ее фильмы. Вот. В общем, друзья. Если вы еще пришлете. Всего мне надо в планах 100. Это как минимум. Вот сейчас я хотел один фильм про Савинич. Досье на Савинич, да? Сделать. А так как там много получилось наблюдений, советов, полчаса заканчивается. А таких получаю несколько, так? Или же стереотипа. Вот. Так что давайте. А потом эти фильмы сейчас я вам наугад. А вдруг покажу. Вот. Случилось следующее. Вот видите? Вот он, Железа. Вот 3000 просмотров. Вот. Вот моя работа. Акселена Санна. Видели? Вот это мой опыт уже становится достоянием общественности. Как она попала в Яндекс? Она же была все только в этом. В Ютубе. Вот. Нашелся волшебник. Наш друг. Наш, уже говорю, не мой, а наш друг. Павел Троценко. Я потом покажу его здесь же рядом с Савинич. Вот. Приезжал в гости. Каким-то образом сейчас автоматом попадают. Ну-ка, может, еще покажу. Ну, много всего есть. Ой, чего-то только нет. Вот, пожалуйста. Знаете, чтобы их не узнали. Вы смотрите, как делают. Вот так. Растянули. И теперь хрен докажет, что эта фотография еще на сотни сайтов. Догоняйте. Вот. Железа путешествия по зимнему саду. Вот наша девочка. Четыре дня назад. Вот. Уже пошла в это. Уже не только в Ютубе. Видите? Вот. Оно уже в этом самом... Сегодня. В Яндексе. И теперь я вас прошу... А это очень важно. Здесь мои советы. Я хожу, рассказываю, рассказываю. Я просто вам скажу. Если еще пришлите денег. Я, значит, уважаю и благодарен тем, кто прислал 200 рублей и кто прислал 3000. Будем снимать дальше. Ну, а как до меня добраться, сами знаете. А кто не знает, вот он сайт.